Привет, ребятки! Ibanez BTB555 БТБ это сокращение от бутики бейс, то бишь бутиковый бас И описание ее официальное гласило, что эта линейка создавалась с целью создать для профессиональных музыкантов инструмент с более, так сказать, традиционным характером С люксовым исполнением бутиковым, но без люксовой бутиковой цены Это, конечно, понятное дело, что были в этой линейке и модельки подороже, там престижи всякие И бюджетные совсем модельки, где никакой люксовостью и бутиковостью вообще не пахнет Однако у нас сегодня модель с индексом 555 И это, ну, как любые 500-ые модели Ibanez То есть что-то такое еще достаточно бюджетненькое, довольно средненькое Однако по исполнению он реально офигенный Просто если не знать, что это за модель, то даже сразу не скажешь, что это какая-то, ну, относительно, так сказать, бюджетка Корпус туши из красного дерева, здоровенного куска по центру Какими-то черными прослойками и кленовыми кусками сверху и снизу Причем это не тоненький шпончик для красоты, а прямо они как бы такой нормальной толщины идут И склеены очень аккуратно, особенно спереди Тут как бы эту склейку вообще не сразу заметишь Порой можно подумать, что это из одного куска он сделан, но, короче, прям здорово Гриф из клена на пяти винтах с полосками из ореха пятикусковой С зализанной пяточкой без подпяточника Накладка полисендр 24 лада для первых двух струн и 23 для остальных И, ну, опять-таки, сделано все прям очень аккуратно, очень красиво Вот, например, с басами, вот с таким креплением грифа, где вот у нас есть вот такой вот кусок, который в корпус входит Часто я замечаю, что они, ну, по высоте их уровней как-то не совпадают И получается такая уродливая ступенька, ощущение, что, ну, как бы гриф просто присобачили как-то Короче, некрасиво Так, а здесь оно прям вот все сделано плавненько, все в уровень И вот этот вырез тоже Вот я сейчас вспоминаю корт B5, который был на обзоре Там похожий вырез был, ну, правда, попроще без 24 такого лада Но, тем не менее, он прям сделан просто был настолько грубый Там вот такое ощущение, что просто какой-то отработанный уже убитый фрезой разок прошлись Вот какие-то волокна торчат И, типа, ладно, так сойдет, хотя там даже гриф отшлифовать нормально поленились А здесь вот прям все четненько, все ровненько, все гладенько Вот настолько прям вырезано все, что был бы я Буратино Я бы, наверное, взбудился, утрогая вот эти вот плавненькие, гладненькие изгибы Бас, надо сказать, огромный, во всяком случае, если сравнить его с саунгированием Потому что здесь он прям, ну, по габаритам он здоровый По толщине он такой довольно толстый Рога у него длиннющие, что нижний, что верхний И гриф тоже не такая щепка тоненькая, как на саунгирах Ну, непаяна, конечно, тоже, но все-таки, ну, ощущается разница после таких басов Плюс мензура здесь еще 35 дюймов, за счет он, за счет чего он, опять-таки, еще длиннее Межтрудное расстояние широкое, как у четверок Гриф, опять-таки, более широкий, плюс он еще с двумя анкерами И если вы спросите меня, как это регулировать, вообще, нафига оно надо Я не знаю, но Короче, это, типа, такой здоровый баз для здоровых мужиков Для кого а саунгировые узенькие и тоненькие, плоские Кажутся какими-то слишком детскими и девчачьими Хотя, надо сказать, что он На, по сути, не такой уж брутальный, каким он может показаться на первый взгляд Потому что весит он меньше четырех с половиной килограмм Что, ну, такой пятиструнный дур из красного дерева и клёна С двумя анкерами вполне себе очень даже немного Плюс баланс тут очень даже неплохой За счет, опять-таки, при том, что два анкера Обычный, суки, гриф с таким этим тяжелее Но здесь он вполне приемлемый Жопа, опять-таки, не слишком тяжелая, но не слишком легкая И вообще он как-то садится На него вроде смотришь, прям, блин, сука, здоровый ублюдок Но ты его берешь и ставишь на коленку, и он садится как надо Что так, что так Что на ремне он висит очень уверенно Прям, как, не знаю, как родной сидит Да и в плане игры он ощущается, как вполне Обычный, нормальный бас Если, конечно, ты до этого не играл на каком-нибудь картоше С 32-дюймовым мизурой Какие-нибудь скоростные партии Потому что, если после каратышки взять этот То, да, ощущаешь, что размер все-таки имеет значение Не всегда больше, значит, лучше Во всяком случае, некоторые вещи Особенно скоростные, с растяжками Здесь, конечно, гораздо больше сил отнимают Но, во-первых, дело привычка А, во-вторых, опять-таки, в целом По сравнению с обычными басами Он ощущается вполне обычно Отдельно он порадует криворуких слоповальщиков Вроде меня Которые на обычных узких пятерках Постоянно мажут мимо струны Из-за этого самого узкого расстояния Здесь с этим проблем гораздо меньше Гораздо легче попадать по струнам Гораздо легче делать подцепы И вот, при том, что, опять-таки, я вообще Ни разу не любитель всякого слеппинга Но здесь это делать очень удобно Очень приятно И я бы сказал даже, что бас к этому располагает Потому что вот мне здесь реально Очень нравится играть слеппом Очень нравится практиковаться Можно сидеть вот эти всякие штуки Затрачивать просто часами Когда на обычных пятерках узких Для меня это, ну, просто боль Причем, что в плане располагания К слеппу У меня такое ощущение Что вот этот вырез здесь тоже Какую-то играет роль Немаловажно При том, что казалось бы Ну, какая разница Сколько там под струнами ладов Однако он будто Какую-то психологическую поддержку Поддерживаю Оказывается, что вот, мол Смотри, ты берешь ручку и ставишь Эти пальчики сюда Вот у тебя тут место для подцепчиков А вот для большого пальчика Для слеппа у тебя вот здесь место Ну, так что видишь, как все просто Давай, у тебя все получится И, сука, реально получается А если что-то не получается То понимаешь, что это Потому что, ну, просто ты еще криворукий И тебе нужно заниматься побольше И этот бас, опять-таки, оказывает Для этого полную поддержку И, ну, да, поддержку И что еще касается того К чему инструмент располагает Когда я впервые увидел бтб Я уж не помню, где это было Там на картинке Или в каком-нибудь клипе Я сразу подумал, что это такая Ну, очевидно, что-то брутальное Блин, рогатое Особенно учитывая, что на них Играли так, там, музыканты групп Как Six Feet Thunder Mushroom Head All Shell Parish И там прочие всякие металюги И, соответственно, я ожидал Что от него, что он будет прям Весь кривить, клокотать Как, сука, блин А на деле он оказался Ну, короче, история близкая К роснувшим сонгирам А именно, он довольно мягкий Довольно вязкий И, как обычно бывает Это ощущается уже В неподключенном виде И, опять-таки, вязкий и мягкий Это не в том плане, что он прям вообще глухой Что у него верха нет Нет Тут как бы с этим Все вполне неплохо И если ты ставишь на него свежие струны То ты слышишь, что это, сука, свежие струны Что они звенят Они яркие, они чистые Но при этом все-таки какая-то вот В атаке вязкость ощущается Особенно, когда начинаешь играть быстро Какое-то довольно странное ощущение И мензура 35 дюймов тут ни при чем Да, конечно, она большая И за счет этого натяг чуть Поувереннее, но, опять-таки, чуть поувереннее Он не ощущается прям каким-то тугим Просто чуть более упруго, что ли Но все-таки при этом, когда играешь Какие-то такие скоростные Брутальные партии Хочется все-таки как-то от него Больше резкости Больше остроты Причем, как бы нам не пытались Объяснить производители И всякие там гуру, которые пишут Статьи о том Какое дерево, как звучит Объяснить нам, что Типа, вот красное дерево у нас такое глубокое А вот клен добавит ему яркость И добавит ему остроты Здесь я не могу сказать, что это так Потому что, опять-таки, бывают краснушные басы Целиком из краснухи Которые более острые в этом отношении А здесь, ну, опять-таки Он скорее ближе к краснушным Именно ибанезу Таким сунгиром вязким Чем к чему-то такому реально острому И реально зубастому Но ощущение от непоключенной деревяшки Это полдела Далее в ход идут звукосниматели И на этой модели, по идее, должны стоять Бартолини МК Бартолини МК Какие-то там Но здесь почему-то стоят Ибанез ДФР Динамик Фул Ренш Полный динамический диапазон То бишь на русский Но на самом деле Этого самого диапазона Динамического я здесь Полный не замечаю Потому что Как-то Из-за них у меня ощущение Что верхов еще меньше Редактор субтитров А.Семкин хотя при этом такие же точки дфр стоят на более бюджетных бтбшках типа там 400 у меня было 400 моделька на обзоре с корпусом из липы и там я вот этого ощущения завала по верхам не ощущал потому что вам можно отчасти там сама деревяшка такая более резкая более звонкая и там это не так давало себе знать но тут прям блин что-то все-таки хочется остроты в этом отношении короче к ним по сути жалобы те же самые что к бартолине мк на саундгиры тем что с ними инструмент звучит как-то будто бы не так хорошо как бы он мог звучать не так полноценно не так ярко тем более учитывая что это инструмент все-таки которые претендуют на такой как бы серьезный шаг в сторону от более бюджетных моделек более дешевых которым требования соответственно более низкий к более дорогим престижным моделькам которыми требования более высокий но насколько он меня обломал как такого тупорылого металюка который хочет вону все они там долбило и лязгало настолько он удивил того зародыша во мне который помнит что музыка не только долбиловую и вот это все что музыка может быть более мягкой более округлый так сказать вот бывает некоторые инструменты которые по низам прям дышь-дышь-дышь долбит как шпалой по рельсе но чем выше поднимаешься тем он звучит как-то более пусто более пресно ну просто просто берешь ноты но ничего от них не испытываешь здесь же примерно обратной ситуации что тут просто как бы ноты но он звучит нормально полноценную с ними нет проблем но чем поднимаешься выше тонкие струны в верхней позиции тем он прямо начинает наливаться насыщаться и звучит очень приятно очень глубоко и принципе с этими вот эти низкие струны гармонируют который тоже так то есть посмотреть на самом деле просто очень округлые очень теплые очень мягкие вот короче если посмотреть как инструмент не для долбилова для исполнения какой-то более мягкой более искусной более разнообразной музыки то я начинаю видеть в нём смысл он начинает реально мне нравится музыка и вот прям реально такие вещи хочется на нем играть и реально хочется просто смаковать эти нотки их звучание но виду того что я такую музыку не слушаю не играю практически я начинаю себя винить своей исполнительнической ограниченности и вынужден позвать человек который сможет его продемонстрировать от стороны более достойно чем я пожалуйста паш виноградов а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так что если бы мне сказали играть там какой-нибудь Fusion или Gospel или Pop или я еще не знаю что, но где нужен бас реально такой округлый, мягкий, пумкающий, выпрыгивающий, сказали вот играй на этом, я был бы очень рад, но сначала мне все-таки пришлось попрактиковаться, чтобы эти навыки потянуть и опять-таки он к этому будет офигенно располагать. Но вернемся к нашим баранам, потому что я еще не затронул пятую струну, а она здесь ну просто нормальная. Музыка 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 И опять-таки вы можете на нем играть что-то брутальное, он себя покажет нормально, это звучать будет нормально, это хорошо будет звучать, если вы имеете хоть какие-то навыки в плане получения звука для такого-то или другого микса. Музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это не та вещь, которую в этом инструменте хочется прям как-то обсасывать. Она просто нормальная. Так, о чём я ещё не рассказывал? Железо ибаневское, вот такие вот гровероподобные колки безымянные. Причём, вы тут можете заметить, в парочке из них дырочки, это потому что у них навернулись шассерни у прошлого владельца. А ввиду того, что такого цвета колки на замену хрен найдёшь, было решено аккуратненько эти крышечки вытащить, поставить новые шассерёнки. Типа сохранить аутентичность, чтобы не портить стиль инструмента. Но в целом, как бы обычные гровероподобные колки, у меня к ним нет претензий. Бридж, Монорейл, как некоторые там тоже производители пишут, что Монорейл свои бриджи позволяют добиться лучшей интонации между струнами или чё-то такое. По-моему, полная фигня. Я не вижу каких-то кардинальных отличий звуки по сравнению с другими бриджами обычными на единой платформе. Так, это по сути, по отстройке это обычно бридж, потому что тут у нас два винтика, чтобы высоту регулировать, винт, чтобы регулировать мензуру. И струны тут крепятся, короче, просто вставляются и крепятся. Быстрая замена, довольно удобно, не знаю, что о нём сказать. Вроде работает, вроде всё с ним в порядке. Ещё одна из фишек басов линейки БТБ, это гнездо Neutrik с фиксацией джека, чтобы его, ну, нельзя было просто выдернуть. Сначала нужно прижать эту кнопочку, потом его вытаскиваешь. И мне какое-то время это оказалось с довольно классной идеей, ну, потому что, как бы, здорово, что у тебя случайно джек не выдернется. А потом мне эта штука стала надоедать, потому что постоянно, ну, у тебя не получится одним пальцем как-то это дело удобно выдернуть, потому что это довольно неудобно. И в случае чего, скажем, если ты наступил на шнур, и так у тебя просто джек вылетит, ты, ой, бля, поднял, ставил обратно, а так ещё, ну, можно и порвать что-нибудь. Так что я не знаю, реально ли такая штука, это полезная. Напишите, кстати, как вам оно, по вашему мнению. И электроника Вари Мид 3, прям как на Ибанезе К5, что я обозревал в прошлый раз. То есть тут у нас регулировка низов, регулировка верхов вполне обычная, можно забудить их дохерища, так что пользоваться нужно аккуратнее как-то. И регулировка середины, прикол которой в том, что, во-первых, она берёт довольно узкой полосой, а не широкой, как на многих хвалайзерах, более узкой, более аккуратно, и плюс это диапазон. Вторая ручка, мы можем сдвигать, ну, и регулировать не только середину, но и уходить ей и внизу достаточно ощутимо, и вверха, за счёт чего эта штука реально очень гибкая, но ей нужно уметь пользоваться. КОНЕЦ Ну и ручка баланса. КОНЕЦ Ручка громкости, преамп неотключаемый, выхлоп сам к себе, опять-таки, довольно обычный, не надо думать, что он прям, о-о-о, сколько выхлопной, я уже много раз в разговорах про активные басы это говорил, если только вы не накрутите, конечно, на эквалайзере буста всякого дофига, и в отличие от того самого К5 из прошлого обзора, который у меня оставил прям очень противоречивые эмоции от такого вот до такого вот То этот оказался вполне, ну, понятным, вполне однозначным, и после первого знакомства он не подкидывал какие-то сюрпризы, не вызывал какого-то непонимания или недопонимания, и я его специально тоже сносил на репетицию, посмотреть, как он всё-таки будет в живом миксе, и мои эмоции от него и ощущения не отличались особо от того, что я получил от него здесь. С ним всё понятно, и это однозначно средний инструмент, довольно средний инструмент, у которого есть свои прикольные фишки и особенности, есть в нём свои сильные стороны, и вообще в целом он однозначно заслуживает рассмотрения, если вы ищете пятиструн в таком бюджете, но чё-то такого, что прям вышибало бы мозги и вызывало какой-то восторг, здесь нет. Ну, опять-таки, надо сказать лишний раз, что он и стоит довольно средний, поэтому неразумно к нему предъявлять требования, чтобы он ощущался и звучал там как какой-нибудь дорогущий мюзикмен. Конечно, с таким внешним видом исполнением хочется требовать от него большего, но всё-таки это не тот сегмент. Ни в коем случае не ругает инструмент, и заранее скажу, что не соглашусь с теми, кто напишет, ну, короче, всё понятно, обычно бесхарактерный, мутный, ватный ибонез, а я знаю, что некоторые так напишут. Характер у него есть, но он довольно своеобразный и, вероятно, отличается от того, что люди ожидают услышать от такого инструмента, и он им будет непонятен. Но он такой, какой он есть, по факту, и это имеет место быть, и он вполне может стать для кого-то хорошей, надёжной, доступной рабочей лошадкой, особенно если все звучки, наверное, поменять, потому что, блин, ну, не нравится мне-то. А так, в целом, ну, вполне себе уверенная такая пятёрка пятёрка среднего диапазона ценового, не прыгающая выше головы, но вполне себе на уровне большинства конкурентов, так сказать. И, наверное, добавить к этому всю мне больше нечего, так что лайки, подписки, комментарии, всё это вы сами знаете, группа ВКонтакте, бла-бла-бла, Good Guitars, опять-таки, можете инструмент оценить, можете поддержать канал финансово, информация в описании, большое спасибо тем, кто кинул напевку. Большое спасибо Павлу Винограду, который нам сегодня помог оценить этот инструмент, и, если что, у него там тоже есть своя группа ВКонтакте, свой канал на Ютубе, и он, правда, больше занимается не болтовнёй о басах, а просто на них играет офигенно, так что, если вы хотите офигенно играть, то можете обратиться к нему, он уроки даёт. Большое спасибо вам всем за просмотр, и давайте заодно ещё сделаю анонс на следующий обзор. Я понимаю, что вас достали ибанезы, так что... Хоба! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»